всем здравствуйте сегодня продолжение вчерашнего банкета перейдем на следующую платформу на sega мега драйв вчера была был показан офигительнейший сборник на на нэс на дэнди сегодня будет мега драйв меньше слов больше делаю сразу приступим началу и запускаем 93 год как смели заметить показались даже создатели этого чуда все вопросы будто обращаться к ним этим каким-то сектантам буквы р перевернуты что-то она означает музыка просто офигенно первая игра банкерс здравствуйте кто подходит здравствуй литл гоу банкерс здравствуй клауд не желаешь ли присоединиться снова сегодня пока даже пока не начал не можешь очень жаль ладно тогда начнем это какой-то арканоид похоже на арканоид по углам какие-то цветные виллы вот я задел синюю вилку теперь могу я теперь нифига не могу я заделать поганый крестик и лишился жизни да тиндамбо заметил голос похож из игры в батл тэг и батл тех кто-то специально делает акцент на окончании да это озвучка сначала можешь показаться вам милый но потом да свипер предсказывает будущее предсказатель она вас просто надоест типичный арканоид с вилками в углах какой шикарный звук здравствуй кунка здравствуй нолик а тут уже сделали немного поинтереснее некоторые цвета нужно разблокировать что-то новенькое что-то новенькое и что я должен делать дальше не понял как мне добраться до красного цвета если они под замком а бит а желтый да 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 вижу попробуем с другой стороны сначала тогда зайти что-то не задеваю нифига руб вот 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 Так, проход открылся. Да, процесс интересен. Это вилки, это было уже установлено до того, как прозвучала гипотеза, что это щетки, так что это вилки. Так, а где зеленый цвет? Что прикажете мне делать? О, шарик прям от боли скрикивает. Да, я подох и мне дали зеленый, офигительно. Все, уже поздно, зеленый цвет найден, путем смерти. Теперь вообще пофиг, какой цвет, просто добить надо. Осторожно, к крестикам не прикасаемся. Сказал я и помер. Ронг Квей. Еще более уровень стал запутанным. Ну все, получил гейм-овер. Сразу скидывается на титул на экран. Да, пазл неплохой. Много интересных фишек с меняем цвета, с замками, ключами. Тут согласен. Так, теперь игра номер два. Дарк Сайн. Игра удостоилась своего титулного экрана. Copyright 1993 Active Entertainment. Управление тут инертное, сразу скажу. Очень даже инертное. Постоянно надо будет менять управление. Зашибись. Зашибись. Попробуем еще раз. Долгом пока не разобрался. Скоро вас наверно дочертеет вот это выражение. Зашибись. 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 Да, я никогда в такую типа игры не играл, этоées заметно. Ладно, переходим дальше Пока я приноровлюсь Управление в этой игре пройдет много времени Переходим дальше Третья игра Дину теннис выделена синим В начале Там было пояснение Какой цвет за что отвечает Так, кстати, прочитать я не успел Но по ходу дела Думаю, разберемся Какой цвет за что отвечает Дину теннис А че, не двигался даже Да он не двигается Вон там, как он писал Синий, это мультиплеерная игра А, я только что сейчас до меня доперл Я тормоз прям Мой игрок сверху Ну я тормоз, да? Да, динозавры упоролись Играют с человеком Мерь настоящий тиран Играет людьми как хочет Так, игра номер четыре Уз Была и на Денди Была и на Денди Смотрим что здесь Ух ты Так он стреляет из пистолета Как он начинает А как он Прилег Так он стреляет Прям из глаз Как циклок Вверх стрелять не умеем И в прыжке стрелять Так же мы не можем Когда он стоит Или Сидит В положении лёжа Так, цель наверное Добрать все ключи Стон какой Всем будет сниться Да, провалимся в трубу Как Марио Только в неизвестность Провалимся в гейм овер Так Игра номер пять Теперь на подходе Старбол А, это пинбол Все понятно Даже комментировать-то нечего Пинбол Как пинбол Только с такими Говняцкими звуками Да и вот так Шарик бош Пролететь Не только сквозь биты Второе название Мы, наверное, можем придумать Для этого 52 Гердежа Достойные Достойные названия Что касается Музыкального И звукового Спровождения Плавненько так Шарик скатился В дырочку Технологическое отверстие И получил Гейм овер Так Номер шесть Сайд Сайд Вайндер Послушаем музыку 52 Оттенка Гердежа Да это какой-то клон Автербернера Только менее Примитивный Самолет Застонал Самолет Ранили Крылышко Застонал Шалобно Больше не подальше В небо улететь Смысл игры Предельно ясен Истребляем Вражеские Самолеты И уворачиваем Все дракеты В общем-то На этом-то и все Если б я только знал как Вот теперь узнал как На старте по-моему Три кнопки АБЦ И выходим из игры А на НЕС Надо было выходить В тем Ну после Старта Бежать на Селект Следующая игра Дайтона Гоночки По всей видимости Какие-то Титульные экраны Одна оригинальна И другой Просто Как переключать передачу Ну вообще Замечательное управление Газ висит На кнопке С А Переключение Передач На кнопке А Просто Замечательное управление А кнопка Б Просто Не для чего Можно просто Выковырять С джойстик Эту кнопку Здесь не потребуется Нафиг Никакие Нидфотспиды Не нужны Играем в это Это 52 Круче Любого Нидфотспид Нидфотспиды 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 какой кортеж прям выставлен целый кого-то охраняли и что это было вообще кто-то да сплющил с одной стороны овал ударили ударили молотком по овалу сплющился какие изгибы изгибы дороги чуть-чуть машину вот поверну сразу звук заноса до скроллик трассы до плавный не ломанный какой-нибудь вполне себе такой плавный скорости машины совсем не хватает как бы она не разгонялась по ощущениям скорость одна и та же все этого хватит так фифтин пазл пятнашка наверное восьмая игра пятнашка скорее всего пятнашки ну да типичные пятнашки давно не собирал пятнашки раньше их мог собирать сейчас уже забыл как делается пятнашка четвертый пятнашка куда-то подальше отодвинуть сначала пятнашка вот так четчик сколько ходов и время тикает пятнашка 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 собрана. Левел комплит. Второй раз собирать уже не буду. С меня хватит. По 52 раза собирать. Как-то мне неохота. Так, уровень 9. Нет, какой уровень? Игра номер 9, скетч. А это просто какой-то пейнт. Да, просто пейнт. А где тут ластик? Дайте мне ластик. Есть игра в теме на форме, которую я сам же и создал. Вот, можете рисовать и здесь свою игру. Можете рисовать здесь, потом выкладывать скриншоты с этой игры. Ей никто, в общем-то, не угадает, потому что скриншот будет с игры Action 52. Их хер кто угадает. Абсолютно любую точку я нарисую, выложу на форум. И хрен кто угадает, что это за игра. Но этого я делать не буду. Тем более, лучше я спалился. Нарисую трассу для той игры, Дайтона. Для КРЦ. Берите на заметку себе вот эту трассу. Эта трасса вам понравится. В общем-то, и все. Игра 10. Снова рассчитана игру на двоих. Star Duel. Лучше само название намекает. Игра очень похожа была на второй списке. Но на этот раз уже как-то дизмач сделана. 10 попаданий по своему оппоненту. И он терпит поражение. Еще здесь можно заметить. Топливо ограничено. Чем больше уровень, еще меняется оружие. Левел 4. Так, послушайте музон. Дам немножко послушать. Сколько здесь уровней? Да, есть щит на кнопке А. Можно и обороняться. Не тупо идти вот так постоянно. Левел 6. Левел кикс. Кикс. Левел 7. Гравитация в разные стороны. Наверное, не гравитация, черные дыры за экраном поместили по разные стороны. Левел 9. Все, 9 уровней. Игра пройдена. Ура. Естественно, в кавычках. 11. Хаунтед Хилл. Над Эндианом тоже встречалась эта игра. Помните ту игру? Женщины в замке, которые кидаются какими-то крестиками. Вот это та же самая игра. Посмотрим, что у нас будет считать здесь. Хаунтед Хилл. Под титрами какой-то мусор. Понятный? Игра про какого-то мужичка. Совсем другая игра. Махается факелом. Жаба меня задушила. На Денде определенная эта игра была намного лучше, чем здесь. Кровавые вилы, топоры. Можно заметить. Орр трэш. Кровавые вилы, топоры. 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 Крысы довольно-таки мерзкие, быстрые и активные. Какое откровенное признание сделал свитер. Левел 1. О, знаменитая игра с прошлого марафона Альфредо. Клауд помнит, что это за... Это просто величайшая игра на Денди. Альфред Фитакси. Да, прям боюсь запускать. Что же меня ждет? На Денди было просто 52 из 52 игроков. Левел 1. Ну, эта игра уже не такая эпичная, как на Денди. Сразу заметно что-то не то совсем. Что-то совсем не то. Сосиска меня убивает. Сразу же. Сразу же убивает. Попал какой-то... поймал какое-то говно. Говно прям по морде. Проехалось и гейм овер. 13 читамэн. Неожиданно. 13 списки. Так, стоит ли читамэна запускать сейчас или в конце? Так, не пропускай. Пропускай, не пропускай. Сейчас. Сейчас, так сейчас. Послушайте музыку. Она уже не такая, как на Денди. Не такая запоминающаяся. Обычный музон. Левел 1. Ну сколько же убожественным стал читамэн. Вроде бы Сега. Какое говно. А посмотрите. Обратите. Обращу внимание на скроллинг экрана. В какой момент он начинается. Левел 1. Сейчас увидите, в какой момент начинается скроллиться экран. Вы это видите. Могли бы прям сделать в упор тогда, что ли. Двинул себе в упор левый край экрана. Тогда бы только начинал себе скроллинг. Так чё. Уж до конца надо было дело доводить. Прям как мне мужики поступили со скроллингами. Левел 1. Каких-то инвалидов просто превратились в читамэн и интеградировали. Взял непонятную хрень какую-то. За листвой было скрыто. Попробуем ещё раз. Всё-таки читамэн это. Левел 1. В сравнению с NES это понес, то есть понос в полный. Несёт массу поноса в эфир. Звучите этот звук. Звук прыжка об утолок. Он заразителен. Да, офигеть. Приходится двигаться просто на ощупь. Левел 1. Там бегает какой-то носорог прям по дереву. Рок сидит. Левел 1. Нет, да ну к чёрту эту игру. Даже название не спасло эту игру. Четырнадцать. Скирмеш. Снова мультиплеер. Похож на какую-то стратежку. Допустим вот эту. Да, игра на двоих вторым игроком управлять я не смогу. Поэтому в полной мере сказать об этой игре ничего не могу. Даже выйти из этой игры я не могу. Поэтому ресет. Вот. Yellow Expert. Purple. Так. Пауза. Игры. Желтые игры для экспертов. Что это? Эксперт. Purple. Intermediate. Mediate. Медитировать что ли? Что это? Green Beginner. White Special. Blue 2 Player. Здравствуйте. Нарлин. Вот. Ры. Да. Наверное скорее всего средний уровень. Пятнадцатая игра. Деп... Деп... Чардж. Левел... 1. Какая музыка. Какие фаны. Они многослойные. Многослойный фон. Левел. 1. Я могу только срать этими мемами и более ничего. Музыка также может быть выше. Музыка также может быть нищие. Где же мог серкс слышать такой мотив? Музыка. Ну, обстреляли, но тут не было никаких шансов просто. Суть игры предельная, ясно. Поэтому переходим к следующей. 16. Так, дай это какой-то пазл, а это, наверное, сапер. Подорвался. Так, плащный также ставится. Сапер он и есть сапер. Поэтому переходим дальше. 17. Аллен атак. Может быть, все пытали свиперы сыграть, подстримить эту игру? Про алленов, свипер, когда аллены. Может, все думали про эту игру. Сделаем это за свипера. Постримим игру по чужих. Какая-то контракт. Очень жалкое подобие. Фон можно без каких-либо потерь перенести на Game.com. Задний фон. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Левел 2 Те же будут демо локации Блин, не получилось Комментирует, что либо особо тут нечего Сами все видите, что здесь творится Наркомания такая борщицовая Уровень 3 Уровень 3 Так, тянет ли это на тот предполагаемый спектру Графика уровня Вполне себе, наверное Можешь потянуть Но тонкие грани меж спрайтами, конечно, не потянет С грехом полом, наверное, можно Субтитры добавил DimaTorzok Все, медузы да медузы кругом А на самом деле это чужие, а не медузы Греческая мифология Значит, рассказывала нам о чужих А на каких-то там Субтитры добавил DimaTorzok Медузы это космический чужой Вот это точно спектрум Комодор 64 Я бы не сказал Такого яркого желтого цвета Я что-то не встречал На этом компьютере Atari 7800 Так Билли Боб На Денди такая игра тоже была Про что уже не помню Билли Боб Балабол А, это тир Вспомните те самолётики Только теперь здесь Сделали это как тир Ничего, все остальные побоялись вылезать? А, нет, вон там За кошком вылез Билли Боб Он думал, что я его не замечу Но это не так Сразу двое выскочили Ну зашибись Мне закончились патроны А врагов больше, чем патроны Как, может как-то перезаряжать можно? Вроде нажимал на все кнопки А перезаряжать он не захотел Еще каким-то волшебным образом я перешел на уровень 2 Как вообще, как? Здравствуй, Рой Не, перезарядка здесь нету вообще Или мощь надо спустить до нуля Попробовать Уровень 1 оказался труднее Уровень 2 Редко где-то такое встретишь Редко где-то еще Музыку Делаем немножко разнообразия этими криками Ну тут понятно Локации не меняются Переход на следующие строчки Все они кругом стали фиолетовыми Это значит Игры со средней сложностью Как я понял Чем кривее сделаем игру Тем она будет сложнее Для экспертов Для экспертов Кривого того самого На букву Г Прям целый сборничек Для того самого О ком вы можете подумать Та игра Шаркс Тоже была на Денде Здесь чуть-чуть получше Акулы прорисованы Клауд помнится Прям вообще Дико смеялся Отрисовки Акулы на Денде Куда вас стал Каким-то красномордом Настолько задержал дыхание Что его морда Стал красной Ну и где все? Все, я истребил Купуляцию Нет Не истребил Музыкальный спровожж я не поменялась Музыка поменялась А уровень все тот же Те же самые акулы Тот же самый водоем Та же самая красная Морда С красными штанами Ничего нового Поэтому мы Закрываем эту игру Двадцать Нокаут Игра на двоих Можем начистить Друг другу морды Судя по названию Можем прыгать в боксе В боксе Можем прыгать И так высоко Можем перепрыгивать Через оппонента Смотрите на зрительский зал Он не статичен Эта музыка Прям Какие-то Сумо что ли Какие-то восточные Единоборства Намекают Эта музыка Хотя тут Типичный бокс Отнюдь не восточный Отнюдь не восточный Мордопитие Так скажем А вот здесь Вы не правы Визонт Не пресс Икс Уин А пресс С Уин Удар Висит на кнопке С Это отличие Принципиальнейшее Просто Естественно Была такая Шуточка Небольшая Хотел Помахаться Вторым Вторым Игроком Но Управление Я не помню Где висит На втором Игроке Вместо Я сделал Ресет И поэтому Переходим Дальше 21 Интрудер Интрудер Ух ты Вообще Не касаться Куда В торсе Он Вообще Непонятно Зачем Он Сюда В торсе Интрудер Для чего Зачем Мне Совсем Не ясно Чувство Будто Он Двигается Под музыку Персонаж Эта музыка Прям Капает На мозге А что Если Сейчас Проверим Нет Не двигается Упирается Потолок Переходить Нельзя На другой На другую Противоположность Эта музыка Определенно Капает На мозги Поэтому Нафиг Эхо Эчо 22 Опять Какая-то Голволомка Это Похоже На Запоминание Какое-то Да Вспомните Червяк Джим 2 Мини Игру После Викторины Ты То же Самое Отвлекся На чат Я уже Не помню Ничего Да Правильно Ну Вся Игра Поэтому Поэтому Сразу Ее Скипаем Саймон Говорит И Слышится Эхо Эхо Саймона Скорее Надо Было Назвать Игру 23 Freeway Свободный Путь Игра Про Догматы Онлайн Догматы На заметку На заметку Фрок Ну Тут Не совсем Фрок Спокойно Могу Перемещаться Ну Может Уровни Потом Другие Пойдут Может Там Уже На фрок Будет Игра Более Похожей А Надо Перенести Эти мячики На Другую Сторону Другую Для чего Только Это вы спросите У Догматы Попробуем Теперь Кинемся Под машину Да Смерть Очень Жуткая Мне Очень Стало Жалко Собачку Глядя На автомобиль Можем Подумать Что Красный Какой-то Реактивный Двигатель Только Почему-то Они Ездят Немедленно В общем-то Вся игра Анимации Смерти Достойна Отдельного Упоминания Двадцать четыре Мау Маус Трэп Либо Маус Трэп Либо Мышеловка Надеюсь Что это Второе А не Первое Как он Хватает Ширает Быстро Как быстро Ширает Сыры Мауса Также Сожрали Смотрите На Телевизор Домашний Кинотеатр А 52 Кто-то Разбросал Очень Много Сыра Борется С мышами В этом Доме Радикальнейшими Методами Целый Зверинец Море Сыра Все Сделано Для того Чтобы Удавить Эту Мышь Левел 4 Хорошие Замечания Сделал Удавить Спрайтов Было Дофига Ничего Не Тормозило Сега Решает Игра 25 Ниндзя Так Высоко Прыгает Но Это же Ниндзя Он Должен Высоко Прыгать Так же Ничего Удивительного Но Скроллинг Меня Так же Радует С Таким Скроллинг Только Нужна Реакция Ниндзя Чтобы Поконить Много С Игра Прошел Сквозь Меня Видимо Пока я Метнул Середин в это время был неуязвим, иначе у меня другого объяснения просто нет. Вот так будем двигаться, враги всё равно не прыгают, правда это очень нервно начинает действовать на уши, ну что поделать. Как ни в случае с акулами, музыка поменялась, а локации остались всё то же самое, а это означает что мы скипаем эту игру. Двадцать шесть, середина, подошли к середине. С лавом! Левел один. Левел complete. Левел 2. Свиппер относительно, так сказать, неплохо. Относительно неплохо, по сравнению с некоторыми играми. Левел 3. Левел 3. Да, свиппер идея, алленов стрим. Здесь я показал 4 уровня. Дальше прохождение потребуем с тебя. Игра очень замечательная. Скорость, по-моему, возросла. Лыжник обиделся и уехал в сторону. Врезавшись в ёлку, укололся об ёлочку, застонал и скрылся за экран. Вот тут уже точно заметно, то, что скорость стала выше. Дальше мне стало больно на это смотреть. Здравствуй, Венкман. Не так свалил, за что я и поплатился. 27. ДАУНТЛЕС Очень хочется прочитать как ДАУНТЛЕС, но это ДАУНТЛЕС. Чё это такое вообще? Очередной шмап. Не знаю уже, который по счёту... Вот я не заметил, отчего сейчас... ДАУНТЛЕС Помер. Стрельнул сзади швы, и сзаду в меня влиянно боролся. Куда все, резко все исчезли. А нет, тот появился. То не поносу золотуху, уже не раз замечаю такое в этих играх. То никого, то сразу дофига. ДАУНТЛЕС ВРАГОВ Но это тоже игра, скажем... Отнесём к среднему классу. Не к самому откровенно отстойному дерьму. Тоже более-менее на троечку с минусом потянет. ЛЕВЛ ВРАГОВ ТАЖЖЕСАМЫЙ СИТУАЦИИ Музыка поменялась. А локация... А облачка на небе всё те же. Да и не было такого же цвета. ТАЖЖЕСАМЫЙ СИТУАЦИИ ТАЖЖЕСАМЫЙ СИТУАЦИИ А это означает... Чат уже знает, что это означает. Означает именно это. ФОРЦ 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 5 6 9 5 6 6 6 9 9 9 10 10 10 10 10 11 9 10 13 14 15 14 15 16 15 16 16 15 Левел 3 Игру Ты Скипаньи Левел 1 Игра про мышь, только теперь играем за паука Левел 2 Никому не дам свою добычу Да не, жрать то не хотят, а меня сразу жирают Левел 3 Левел 4 Да, я уже заметил, то же самое, что и промышленность, без телевизора и без сыра Левел 5 Левел 5 Левел 5 Левел 6 Левел 5 Левел 6 от поехавшего фермера и он заматерил начал жестко материться было бы забавно если бы этот женский голос еще озвучил бы мат да вот когда-нибудь встречали яблони с такими толстыми стволами я вот лично таких не видел может быть вы видели где он такие яблони сорт нарыл такой и толстые стволы деревьев яблони сорт нарыл вот что это падает еще помимо я бы так что ты не могу разглядеть опознать чуть такой вообще на гнилые яблоки грудь не похоже вот этого фермер очень сильно материться зеленые да наверно да да теперь заметил зеленые яблоки с желтыми листьями почему-то 31 скейтер как высоко прыгает мертвый ход на дороге просто усеяна дорога мертвыми котами жесть какая-то везде знаки дорожные знаки стоп нам плевать на эти знаки а 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 к к так что мне тут надо делать бросав доехать до конца или тут собирать пока неясна Поэтому пока ничего собирать не буду Вдруг это ловушка Так, конца уровня, похоже, не будет Надо что-то из этого собирать Что мне непонятно С чего начать? Спросим это у чата Шарики Кошек Знаки стоп, к сожалению, не собираю Котов Хорошо, начнем с котов Бабы за дорогами Я бы их спират собирать Нет, мертвые коты Перевращают скейтбордиста Тоже Делать скейтбордиста тоже мертвым Так что Вариант отпадает Теперь мячик Мячик тоже не вариант Осталась какая-то херовина Да Надо было собирать Какие-то херовины Че это такое Никак не пойму Что это? Конец все заработало перешел я на запасной вариант киберский сервер херовина убил и рестрим поэтому продолжаем убил и рестрим но не убивает скидбордиста сколько штук мне надо собрать я собираю собираю а уровень никак не заканчивается ну неужели опять эта музыка выносящая музыка это я уже не вытерплю музыкальное сопровождение поменялось уровень не поменялся и что это означает вопрос на миллион да ответ верный ты выиграл виртуальный миллион миллион картриджей экшен 52 я тебя поздравляю тридцать два санды драйв воскресный драйв или драйв солнечного дня что они имеют ввиду под этим как только можно сигналить и все сегавиль чё что там написано сегавиль next exit играет напоминает очень игру зиппи рейс тут там по моему на мотоцикле гонщик музыка прям очень подходит к этой игре 52 из 52 да один чел трясет головой то водитель а второй просто второй просто сидит сияет своей высиной по диагонали какая тачка может ехать по диагонали а не какая да это боком даже раздолбал передний бампер вместе с двигателем на этом можно и скипнуть здравствуй биовольф стар эвилл на дэнди знакомое название было на дэнди одноименная игра в этом же сборнике на дэнди на дэнди сразу вспомнил что это за стар эвилл Здесь немножко попорядочнее игра выглядит на дэнди, просто страшно было, но звук выстрела здесь меня не менее пугает. Никаких боссов, а на дэнди был даже босс в конце уровня, здесь этого нету, очень жалко. А могли бы сделать, ничто им этого не мешало, сделать босса в конце уровня, а не просто ленивые задницы. Левел 3. Левел 1. Смотрите на это, на задний фон, как хорошо он прорисован, мне очень нравится, нигде раньше такого не встречал, такого великолепия. Левел 2. Левел 2. Вот, вы видите инновацию в шмапах. Левел 2. Скроллинг сверху вниз. Левел 2. Левел 2. Левел 3. Это... Это... Нет, Раевский, это не 1942, это... 2491. 2491... Потому что всё задом наперёд. Левел Кумплит и Скип Кумплит. Ш... Шутаут. Опять. Снова Тир. В колонне надо стрелять. Поехавший бежал в колонне. Похоже во всех подряд. Левел Кумплит. Левел Кумплит. Левел 2. Левел Кумплит. Левел Кумплит. Левел Кумплит. Левел Кумплит. Левел Кумплит. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжаем... Добавил субтитры DimaTorzok Абсолютно все то же самое, ничего не меняется. Вот эти горы на заднем плане похожи на огромные кучи того самого на букву Г. Вот только это я могу сказать. Так, слоим бомбу, посмотрим на его смерть. Он взрывается, как бомба, сам он казался человеком бомбой, он взорвался. Пошли игры полегче. Тридцать семь спидбоут. Да ты рыбак прям, я не знаю как его назвать. Просто поехал же. Вот кто так рыбачит с места на место. Может он поймал крупную добычу и лодка тянется за добычей. Может быть и такое, настолько огромный, поймал рыбину. Играет музыка. Левел. Компликт. Левел. Компликт. Левел. Компликт. Левел. Сборник. Сборник, в котором, наверное, принимал участие пират, делал такие игры, где нужно просто уворачиваться и не умирать. Хорошо, хорошее окончание второго уровня. Всё, сольём все жизни. Тридцать восемь. Дедант. Было и на NES, на Dendy. Такая же игра. Дедант, педант. Да, такая же игра про муравья. Также стреляется. Только теперь полная свобода передвижения. Там можно было только снизу, лево-право передвигаться. А здесь по всему экрану. Левел 1. Нет, игра про мёртвую тётю. Больше всего ожидать. Дедант. Но тут муравей. Терри. Гребен. О, это нанюсь. Эй, зайдем в б.... Заберка. Эй, зайдем в б... Почему они не уничтожаются? Что это за беспредел? Так нечестно. ЛЕВЛ КОМПЛИТЕ ЛЕВЛ 2 ЛЕВЛ КОМПЛИТЕ Последуем. Наверное, советую Чаклы. Они вообще не убивают. Сколько я в них не стреляю. Снова второй уровень. Завершил смертью. Второй раз. Умею же выбирать моменты. НГФАЙТЕР НГФАЙТЕР Это, наверное, тот НГФОРС ФАЙТЕР, который был на NES. Эксклюзив для видеокарты NVIDIA GFORCE. Наверное, на АТИ Родионах в эту игру вы не сыграете. Янков, к сожалению, ты не сможешь сыграть в эту игру. Очень искренне жаль мне тебя. Не сможешь сыграть в эту. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, здесь хоть он стрелять начал быстрее. В версии на NES был только один выстрел на экран. Тут можно стрелять побольше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, Рой Градиус прошел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Корабль застонул. Все, что я могу сказать. И на этом то и конец. Мэйн Эд Армс. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Таур-дефенс какой-то. И чё? В натуральном смысле? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Обороняться щитами. Но как только стрела долетает до врага, они тут же щит раскрывают и стрела вонзается прямо в них. Хорошие стратегии врагов, обороны. Вроде умные. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЛЕВЕЛ КОМПЛИТ ЛЕВЕЛ 2 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот какой у вас там в чате счётчик по поводу более-менее нормальных игр, поскольку вы же насчитали, кто ввёл счёт? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, СМЕРЬЬ обязательно покажу. Дойдём до третьего уровня там и покажем. Нет, уже третий уровень. Нет, это был второй. ЛЕВЕЛ 3 Все, теперь посмотрим на анимацию смерти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они... Да, анимация прям офигенная. Они прикоснулись к этому Тауру. Наш лысый герой сразу же замахал белым флажком. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НОРМАН ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЛЕВЕЛ 1 Почему игра называется Норман? НЕС версии тоже была похожая игра. С такими же танчиками. Там даже где-то пробегал Саддам Хусейн. Здесь пока не видно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА да танки органические заметили танки истекают кровью от солдаты взрываются как танки все все смешалось в этом мире все диаметрально наоборот солдаты взрывается танки истекают кровью замечать у наверно а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 и от чего я и помер от этих серых скал да эти серые скалы очень сильно выделяются на фоне прям это очень очевидно лучше на них не надо оборваться сделано так более-менее по игровой механике но цвета они поносного оттенка так на облаках я чет не заметил левел 2 все то же самое опять меняется музыкальное сопровождение поэтому ничего не остается делать как снова скипнуть пара пара труппер пара труппер кто это главный герой а человечек сверху мастер мастер маскировки в кустах его практически не видно даже голову зеленый цвет волосы покрасил в кустах его а мучительные смерть Да, он делает непотребство, со стенки. В камере долго просидел оброс весь мухом зеленым, так что не мудрено. Это они на это не сподобились, только рандомно расшвыривают вот эти непонятные муйни, чё это такое... непонятно... Поэтому идём дальше. Sky Avenger. Узнаёте этот задний фон? Эту локацию? Тот солдат, видимо, добежал до вертолёта и сел в вертолёт. Левел 1. Да, и скроллинг справа налево. Да, причём мужик бежал слева направо, а самолёт летит справа налево. Мужик пошёл мстить. Короче говоря, Sky Avenger. Левел complete. Левел 2. Вертолёт тоже иссякает кровью. После взрыва. 47. Шаркшутер. Левел 1. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как всегда подходит окружающей обстановке. Левел complete. Левел 2. Этот заяц очень подозрительно напоминает жабу. Наверное, жаба в костюме из зайца, кролика. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Левел 4 Давайте набегайте Героическая смерть Лучших традициях боевиков Здравствуй, Дагмат Снова ты опять ближе к концу подошел Снова без твоего упоминания здесь не обошлось 48, Метеор Левел 1 Очень сильно напоминает Галаксиан Можете увидеть Землю Земля обращаются, а остальные планеты статичны Это Метеор Это не планеты На Метеории Своя цивилизация Левел 2 Левел 2 Простой взрыв Ничего интересного Да, фон чутка поменялся Расположение здания Немножко стало другим Но не более 49, Black Hole Черная дыра Черная дыра Извест... Неизвестно чего Что за черная дыра Черное технологическое отверстие Фон синий Игра называется Черная дыра Крупные спрайты Раньше, по-моему, не встречал Такие крупные спрайты Спрайт корабля Занимают чуть ли не четверть Высоты экрана Но музыка почему-то Отдает вас точными Такими нотками Как всегда в тему В общем-то С музыкой Как всегда они угадывают Прям на 100% Игра Так, скипаем, больше ничего интересного похоже не увидим. Так, пятьдесят босс. На Денде тут уж была игра босс, там бегал какой-то чувачок зелененький по городу, а здесь тоже крокодил, крокодил Гена, только вон тут в течение лазит только по одному зданию. Сбираем бабло. Прыгать не умеем, только стреляем и возим по лестницам. Это ГТА, где первое слово это Гена. Остальное придумайте сами, мне в голову ничего не лезет. Вот тут очень хреново спускаться на нижний этаж по лестнице, непонятно в какой момент надо выбирать здесь. Непонятно выбор положения, когда мы можем сойти с лестницей. Миллиметрировать приходится, попиксельно спускаться по лестнице, чтобы наступить на пол. Ну и хер с этой Гены. Чебурашку он все равно не найдет. Он его просто пристрелит, не успев даже его заметить. 51 First Game. Первая игра, но по порядку 51. А, вот теперь понятно, почему First Game. Ясно мне стало. Левел 2. Левел 3. First Video Game. Ну одна из первых. На этом можно смотреть вечером. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так вот. Миллиметрироватьmam just a comment. И у меня обыграл. 2 раза обыграл. Вот, он мастер, вы ничего не понимаете Второй игрок очень скиллованный, а я как лох последний Но я вырвал победу 52 челлендж Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Последняя игра и самая длинная игра Самая сложная игра Ну охренеть, это просто 10 из 10 челленджа Игра зависла Я не прошел Попробуем еще раз ресетнем Даже после ресета игра не хочет загружаться Просто замечательно Уровни еще меняются Уровни ставятся в рандомном порядке Теперь на выбор Предложили Эту игру Первый У меня 6 выстрелов, но тут на экране побольше будет Браво! Субтитры делал DimaTorzok Снова я не смогу пройти Всех застрелить Девушки отдыхают Все, опять попытку слил Игра просто глючит Она снова зависла Вот таков челлендж Ждем пока игра будет зависать В этом и весь челлендж, наверное Снова все зависло Да, не быть мне гейммастером этой игры Эмулятор устал Эмулятор хочет отдохнуть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну ладно, на дейв Болливая штука Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот таково Подписывайтесь на канал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну ладно, на дейв Есть такая на дейв Штука, как После раши челлендж А тут прям, ну как на подбор прям. Эта игра будет лучше любого босс-рассчелленджа 52 раза. Ну и конец. Ну попробуем еще пару раз запустим. Это челлендж, и под конец узнаем, что такое мюзик-демо и рандомайзер. Ну рандомайзер, наверное, понятно. Ух ты, ёб твою, налево. Я вот не жду всю ту игру. Провышника, где он с горочки спускается. Дальше она мне попадется. Смерть моя. Он махает этой, этим факелем, как черт инвалид. Нет, эта игра не по силам. Дальше пытаться не хочется. Опять это говно. Игра с акулами. Бауна стала побогаче. И она не зависла. Игра. Левел 9. Левел 9. Нет, я жду ту игру. Ещё пару попыток. Как уж повезёт. Левел 9. Левел 9. Почему бы и нет. Будешь не организовать ради угара. Зрелища будет обеспечено. Левел 9. Так что я за эту идею, как бы за. Левел 9. Ещё одна попытка. И на этом, думаю, всё. Хватит. Что выпадет, то выпадет. Левел 9. Где-то уже повеселее. Точнее сказать, поиграбельнее. Левел 9. Левел 9. Ниндзи. А Ниндзи завис. Чертём собачьим. Точнее. Чертём собачьим. Музык демор. Кому понравилась музыка, можете её послушать отдельно. Очень стоит надеяться, что это неточность эмулятора, но если это кривой ром, то с этим уже ничего не поделать. Вот у меня эмулятор Genesis Plus GX, на нём виснет. Так, эффект. Зовём Догмаковчак. Вот, позвали, он никуда не ушёл. Эффект Y, запомните этот эффект. Вот и всё. Остался рандомайзер, и на сегодня конец. Да, просто рандомно выбирается игра, любая абсолютно. Снова попался автор Бёрнер. Ну что, на сегодня, наверное, всё. Да, вот интересную идею подкинула эта игра. Левел 1. И на этом конец. Всем спасибо, кто смотрел. Всем до скорых встреч. До встречи!